Для слушателей старше 16 лет. Особое мнение на 101FM. В Кирове 1306. Программа «Особое мнение» в эфире. В прямом эфире я Анна Лапшина. Приветствую слушателей. Говорю здравствуйте к гостю нашей студии. Сегодня это Алексей Кузьмин, предприниматель, депутат Кировской гордумы 5 САЗУ. Лёша, добрый день. Добрый день. Мы начнём сегодня с итогов, наверное, недавнего, прошлонедельного законодательного собрания, потому что там было принято несколько решений, так или иначе влияющих на нашу жизнь или влияющих в перспективе. Ну, во-первых, конечно, я бы попросила, Алексей, вас прокомментировать повторную инициативу депутата Валерия Басюка и его коллеги Виктора Медведкова по расширению ограничений для организаторов и для участников митингов. Что важно в этой истории? Ну, во-первых, там появляется целый список мест, где невозможно будет проводить какие-то публичные массовые мероприятия протестные либо в поддержку чего-то может быть. Во-вторых, расширяется ограничение по площади. То есть, если раньше на одного участника митинга приходилось полметра, то вот теперь после утверждения в первом чтении, если не будут внесены поправки, будет приходиться метр. Ну, соответственно, там, например, территория нашего гайд-парка вмещала, по данным на настоящий момент, определенное количество людей, да, а теперь после утверждения этого законопроекта будет вмещать в два раза меньше. То есть, если, например, у организатора митинга есть желание пригласить туда к участию большее количество людей, это будет просто невозможно. Но есть и плюсы, да, есть и плюсы. То есть, говорится о том, что в Кирове появится от двух до четырех площадок, где можно будет проводить массовые мероприятия, так как вот сейчас в гайд-парке. Как вам кажется, вот эта история, эта история все-таки для людей, для всех нас, повлияла ли здесь Хабаровская Беларусь? Я думаю, ничего положительного в этой истории нет. Ни одного положительного момента из этой законодательной инициативы и Басюка, и Медведкова я точно вынести не могу. Вы помните, в этой студии, в эфире Эхо Москвы мы обсуждали эту тему. В том числе и сам автор этого законопроекта был здесь в студии. И он объяснял это в том числе тем, что действительно это принимается все ради кировчан, ради, прежде всего, безопасности кировчан. Якобы необходимо оградить не протестующих, не бунтующих и не высказывающих свое мнение жителей нашего города от людей, скажем так, с активной жизненной позицией. Потому что только активные кировчане могут выходить на митинги в поддержку чего-то или против чего-то. Но, тем не менее, я считаю, что если человек принимает участие в митинге или в акции протеста или в каком-то массовом публичном мероприятии, он проявляет таким образом свою активную гражданскую позицию. Те люди, которые по каким-то причинам на эти митинги не ходят, они вынуждены якобы, по мнению инициаторов, страдать от шума, от скандирования лозунгов, от безопасности нахождения рядом с этим митингом. Я считаю, что это бред сивой кобылы. Это совершенно не правомерный аргумент в пользу этого законопроекта. Я считаю, что этот законопроект, эта поправка в закон о митингах является вообще нарушением прав кировчан на свое изъявление. Зрегламентированное время с 7 до 22 часов. Это абсолютно бумажная формальность, которую никто никогда в жизни не проверит. Будь то акция протеста, будь то позитивный митинг. Вы помните, что на театральной площади у нас прекрасно проходили в нарушение всех правил и законов о митингах публичные мероприятия в поддержку чего-либо. Все вы прекрасно знаете, чего и когда это было. Когда идут акции протеста, вот, думаете, будут представители правопорядка или администрации высчитывать эти квадратные метры, кубатуру, количество людей по головам считать. Я считаю, что это технически невозможно. Это создано исключительно в качестве регламентированного препятствия для выражения чувств, мыслей и эмоций кировчан. То есть просто хотят сократить потенциально возможное количество? Безусловно, создать повод для отказа. Создать повод для отказа в проведении публичного мероприятия. То есть если человек заявляет на митинг, например, потенциально тысяча участников, то по формальному признаку, по этому признаку, что якобы не менее, не более одного человека на квадратный метр, этому организатору просто откажут в проведении публичного мероприятия. Тем самым нарушат права его, нарушат права инициативной группы, кто создает это мероприятие, нарушат права потенциальных участников митинга. Но зато защитят потенциальных участников митинга от коронавируса, например, потому что социальная дистанция, Алексей. Ну, если мы сейчас говорим исключительно о коронавирусе, то это временное явление. А здесь предлагается поправка раз всерьез и надолго. Это серьезная поправка. Закон, действующий закон, она не носит никаких временных характеров. Поэтому, естественно, коронавирус может быть только косвенным аргументом в пользу этой инициативы. На самом деле, это все принимается для того, чтобы люди не высказывали свою точку зрения, не выражали ее публично и не демонстрировали представителям власти свое отношение к их деятельности. А зачем представители власти не хотят видеть тех, кто демонстрирует свое отношение? Разве любой руководитель, разве любой руководитель ему нравится, когда высказывают точку зрения против, когда недовольны его решениями? Безусловно, этого никто не хочет. Депутаты УАЗС от представителей так называемой партии власти, члены правительства, не хотят слышать негативные отзывы о своей политической и общественной, и административной деятельности. Но ведь невозможно не слышать совсем. То есть, ну пусть будет меньше участников в два раза, но они, тем не менее, выскажутся. Вы знаете, насколько сильно боятся скопления людей, наши чиновники и депутаты. Это очень весомый и сильный аргумент для принятия каких-либо решений. То есть массовость митинга, либо акции протеста на театральной площади, в любом другом месте, она заставляет чиновников задуматься, она заставляет принимать те или иные решения в пользу этих участников митинга. На полном серьезе. Вот помните мусорные протесты против мусорных полигонов. Но ведь эти протесты добили своего. Ведь результаты косвенно все-таки в положительную сторону сыграли. Но вот тут вопрос, в положительную ли? Нет. И таких историй немало. Это не единственный пример. Я считаю, что вот эта законодательная инициатива, она ничего общего с мнением кировчан не имеет. Это всего лишь боязнь, страх перед негативными сценариями, которые могут наступить после каких-то политических или экономических решений власти. Да, но, Алексей, смотрите, вот в Хабаровске не помешало же никому. Вот в том-то и дело. Там наверняка есть тоже законодательная база, которая регументирует. Никакая законодательная инициатива не помешает людям выйти на улицы. Если люди захотят в акции протеста поучаствовать, они и так будут участвовать. А зачем тогда? Да. Законодательных ограничений и точно без ограничений по коронавирусу. И по количеству человек на квадратный метр. Да, я в таком случае хотела спросить, вот, Алексей, что правильно я понимаю, что одна какая-то большая акция в случае, если накипела, возможно. Но итогом вот этого законопроекта, этих изменений, если они будут утверждены, будет то, что количество акций сократится. И будут формальные отказы. И если все-таки мероприятие будет проведено после получения отказа, организаторов этого мероприятия ждут колоссальные штрафы. Понятно. Алексей Кузьмин, в нашей студии мы продолжаем по итогам недавнего ЗАГС-собрания обсуждать. Еще одна тема, тоже важная, как мне кажется, но правда, вот, я не знаю, с положительным она знаком или с отрицательным. Это история с тем, что принято, утверждена норма, позволяющая платить зарплату не только председателям комитетов, законодателям собраний, но и их заместителям. Я напомню там нашим слушателям, кто не знает еще, да, что не все депутаты ЗАГС-собрания получают зарплату. Из 54 человек, по-моему, 8 там освобожденных ставок. Это председатели ЗАГС-собрания, его заместители, их двое, насколько я понимаю сейчас, да, и председатели комитетов, не все. И в ситуации, когда председатель комитета не хочет получать зарплату, работать на освобожденной должности, предложено эту зарплату, эту ставку дать его заместителю, чтобы хотя бы один человек в комитете, да, занимался своей законодательной работой на профессиональной основе, не отвлекался на другие. С 8 до 5. Да, с 8 до 5. Вот, с одной стороны, вроде бы положительная история. Ну, правда, должен быть человек, который профессионально там, да, разбирается в документах, все остальное. С другой стороны, со стороны оппозиции, например, да, высказывается мнение, что пока на освобожденных ставках в основном депутаты от Единой России. Ну, это так и есть. Ситуация не меняется уже ни одно десятилетие. Председатели Единой России получают все штатные должности и в областном ЗАГС-собрании, и в городской думе, и часто занимают и министерские портфели, и в администрации, и в правительстве области. Это ни для кого не секрет. Это давно история продолжается. Оппозиция каждый день, каждый раз об этом высказывает свою точку зрения, что необходимо какое-то справедливое распределение вот этих штатных единиц оплачиваемых мандатов. Это говорит о том, что все-таки оппозицию и в этом вопросе ущемляют, несмотря на колоссальную поддержку всех оппозиционных партий в Кировской области. Я считаю, что это несправедливо, с этим нужно бороться. И на имя председателя областного ЗАГС-собрания не раз писались письма и устно были обращения о том, что необходимо квотировать, согласно, условно говоря, каким-то определенным рейтингам политических партий, согласно набранным процентам на прошедших региональных выборах. То есть, хотя бы согласно количеству мест. Я считаю, что это будет справедливо и это будет честно. На сегодняшний день ситуация не меняется. Большинство — это Единая Россия. Одно место представители оппозиции, это Владимир Костин, является вице-спикером, занимает штатную единицу. Ну, я считаю, еще раз повторюсь, я считаю, что это неправильно, несправедливо. С этим нужно бороться. Что касается вообще заработных плат в ЗАГС-собраниях, в парламентах, то я считаю, что в тот момент, когда в Кировской области, в городе Кирове колоссальный дефицит бюджета, не хватает средств на самое необходимое, те постоянные заявления о том, что бюджет социально ориентирован, не выдерживают никакой критики, потому что очень много административных расходов, очень много каких-то финансовых нагрузок на бюджет, которых можно было бы избежать. И в это время мы говорим о том, что появляются дополнительные штатные единицы. Нет, это не дополнительные, те же самые ставки. Я понял, количество не изменится, но тем не менее идет какое-то перераспределение. Ну, пускай тогда председатель комитета, о котором мы потенциально говорим, по-моему, социальный комитет. Нет, нет, это предположение только было сделано. Это еще предположение. Пускай он поменяется со своим заместителем должностями, пускай он будет заместителем председателя, а на платной основе все-таки останется председатель. Вот пускай они поменяются должностями, и тем самым ничего менять не надо, никаких поправок вносить не нужно. Я считаю, что это дополнительный раздражающий фактор для избирателей. Вот и все. Но хотя на самом деле, еще раз, да, с точки зрения финансирования, там, и с точки зрения количества ставок не меняется ничего. То есть их как было 8, например, оплачиваемых, так и предлагают оставить 8. Ну, во многих парламентах в России есть вообще полностью стопроцентная оплата всем депутатам. То есть многие работают на полностью штатной основе. У нас только частично, я не знаю, что хорошо, бюджеты этих регионов, где депутаты работают на полной основе, на штатной основе, они, конечно, в 10 раз больше нашего. Тем не менее, я считаю, что в этих условиях, в экономических условиях, в которых находится Кировская область, негоже раздавать штатные единицы, негоже выделять дополнительное бюджетное финансирование. Поэтому, ну, пока сохранить то, что есть. Я считаю, что никакие поправки вносить не надо. Нужно председателю и заместителю председателя комитета просто поменяться местами. Понятно. Спасибо большое Алексею Кузьмину. Еще одна тема. Я не знаю, честно говоря, чем завершится эта история. Это история с детьми-таксикоманами, так называемыми. Ну, собственно, тема и год назад, и два года назад она возникала. То есть дети начали, извините, пожалуйста, нюхать клей из пакетов, нюхать еще что-то. И вот буквально на прошлой неделе депутат Павел Дорофеев вносил, как я понимаю, законопроект о том, чтобы запретить законодательно продажу детям зажигалок, газовых баллончиков, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Законопроект не прошел. Депутаты наши кировские не поддержали. Я так понимаю, ссылаясь на федеральное законодательство, да, со стороны Дорофеева было сказано, что дети-то у нас здесь погибают в Кирове, причем здесь федеральное законодательство, не прошло. Я не знаю, может быть, вернется ЗАГС Собрание к этому моменту, к этому вопросу, после того, как, ну, соберет какую-то статистику, может быть, запретят продажу не только зажигалок и газовых баллончиков, но еще что-то. Вот. Но вот эта история и ее, ну, скажем так, возвращение, да, в публичное поле, в информационную повестку, я не знаю, я там с момента, наверное, 90-х годов про это не слышал, вот последние 2-3 года мы это слышим и видим. Ну, это возвращение бедности в наш регион, это абсолютно, абсолютно тенденциозное событие, чем беднее регион, чем беднее население, тем больше несовершеннолетних и подростков увлекаются дешевыми видами токсикомании, наркомании и так далее. Это абсолютно, абсолютно, ну, неприемлемо, безусловно, но, тем не менее, эти тенденции прослеживаются. Немножко не такая ситуация была с отказом областного ЗАГС Собрания поддержать эту инициативу. Дело в том, что на федеральном уровне эта инициатива сейчас запускается в Государственную Думу, и так как представители Единой России запускают это в Государственную Думу, представители нашей Единой России посчитали, что негоже региональному парламенту лезть с точно такой уже инициативой и пиариться на этом фоне, когда тут... Что значит пиариться? Ну, видите, у нас же все рассматривается в стенах областного парламента, на мой взгляд, в последнее время исключительно ради пиара, и, видите ли, негоже региональному парламенту пиариться на этой теме, когда в Государственную Думу это вносится и так. На что справедливо Павел Дорофеев заметил, что действительно это проблема в Кировской области, мы хотим, чтобы была законодательная база на региональном уровне, потому что это наши дети, это кировские дети, что будет с рязанскими, с воронежскими детьми, пускай занимаются в этих регионах, в этих субъектах. Но в разговоре с некоторыми депутатами от Единой России, которые проголосовали против этой законодательной инициативы, я понял, что люди-то не совсем поняли, почему они проголосовали против, и считают, что все-таки можно и поддержать эту инициативу в следующий раз, когда она будет вынесена уже немного в доработанном варианте. Имеется в виду, нужно там дополнить и газовые баллончики, и зажигалки, и средства... Расширить список. Да, средства перевозки, ну вот эти вот всякие вещи. Ну понятно. То есть необходимо доработать юридически, в том числе, эту законодательную инициативу, и тогда, мне кажется, представители Единой России, как самой большой фракции в ЗАГС-собрании, все-таки поддержат, изъявят желание и поддержат эту законодательную инициативу, потому что такое ощущение, что депутаты не понимают, что эта проблема существует. Может, депутатам просто сверху из Москвы сказали, что... Да им достаточно выглянуть из окна и увидеть, что студенты на площади могут даже на театральной площади поднюхивать эти все зажигалки. И были случаи, мне рассказывали, что прямо здесь, недалеко это было. Поэтому я считаю, что это несправедливо замалчивать эту проблему. Я считаю, что это не мелкая проблема, и это не пиара ради. Депутат Дорофеев и Справедливая Россия не попиарятся, выносят эту законодательную инициативу. Это действительно проблема. Обращаются к нам избиратели, обращаются жители с просьбой хоть что-то запретить положительное. То есть у нас региональный парламент, государственная дума, в последние годы постоянно все что-то запрещают, запрещают. То детей запрещают усыновлять иностранными гражданами, то проведение митингов запрещают. А такой важный запрет и нужный, и своевременный запрет областное ЗАГС собрание, видите ли, отклонило. Я считаю, что это неправильно. Нужно доводить эту инициативу до ума и выносить ее заново на ЗАГС собрание. Я вот, кстати, сейчас поняла, что мне эта ситуация очень напоминает историю со снюсами, по которым тоже было много со стороны Кировской области тревожных сигналов. В том числе Владимир Шабардин, полномоченный по правам ребенка, бил тревогу, что называется, простите за штамп. И то же самое депутаты говорили, что сейчас вот Государственная Дума этим вопросом займется и все будет хорошо. А зачем мы там лезем вперед? Зачем нам это делать здесь и у нас? Я считаю, что лучше надо лезть вперед, и пускай наш региональный парламент будет хвастаться своими достижениями в области законотворческой деятельности и законодательной инициативы. Чем они будут сидеть и ждать указиловки из Москвы, ждать, когда кто-то там вынесет что-то там на федеральный уровень. Я считаю, что это неправильно. Региональный парламентаризм должен развиваться, а не ждать указиловки из Москвы. А нет ощущения, что вот эта вся история с тем, что регион не хочет вперед горду Госдумы принимать какие-то законопроекты, какие-то решения, связан не с какой-то иерархической историей региональной парламенты, Государственной Думы, а с тем, что в Государственной Думе этот законопроект выносит Единая Россия, а здесь справедливая? Ну, в том числе и этот, безусловно, политический фактор тоже сыграл свою роль. И, безусловно, представители Единой России, когда голосовали против, они задумывались и об этом вопросе, что вот видите ли справедливая Россия такой важный момент подняла, а мы не успели и не догадались это сделать. — Понятно. Да, продолжим о детях, между прочим. Я бы попросила вас, Алексей, прокомментировать историю, которая была у нас в эфире на прошлой неделе. Опять же, инициирована была история Владимиром Шабардиным, уполномоченным по правам ребенка. Мы связывались с самыми главными пострадавшими, родителями детей фактически, которые живут в так называемом Лубягинский куст, поселок Лубягина и деревни возле него, кузнецы, татары, Нагорина и еще несколько. Значит, история началась еще в марте прошлого года. Перевозчик, который ездил по маршруту Чепецк, Лубягина и все деревни, Радужный, отказался работать на этом маршруте из-за плохой дороги. Проблема в том, что этот автобус забирал из вот этого Лубягинского куста детей и вез их в школу в поселке Радужный. Надо сказать, что вот эти деревни — это Чепецкий район, поселок Радужный, соответственно, это город Киров. И с марта месяца, когда школы вышли на дистанционку, проблема, как я понимаю, особо не поднималась. Чепецкий район свою часть дороги подлатал, Киров свою часть дороги не подлатал. Начался учебный год, дети ходят в школу пешком 7 километров. Значит, и власти Кирово-Чепецкого района, и города Кирова не могут договориться, кто же все-таки ремонтирует дорогу, как я понимаю, вот этот вот участок, и обеспечивает детей все-таки доставкой до школы, потому что это нереальная для 21 века ситуация, когда дети 7 километров пешком в Кирове ходят в школу. То есть подвезет их кто-то из знакомых? Хорошо. Не подвезет, полтора часа они идут по полям, а там бегающие собаки с Лубягинской свалки и все что угодно. Ну, конечно, первым делом это вопрос безопасности детей. Мы каждый день поднимаем вопрос о безопасности в школах, устанавливаем видеокамеры, турникеты, пропускные режимы и так далее. Но не следим за безопасностью детей вне школы, между домом и школой. Я считаю, что проблема этих детей, она не только проблема Лубягина и Радужного, но это проблема общегородская, таких примеров масса. Но дети-то не кировские. Да какая разница? Да и Юра, дети не кировские, говорят об этом. Они ходят в кировскую школу просто потому, что им разрешили. Это из той же серии, что босюковская инициатива о митингах, что мы давайте создадим формальные преграды для того, чтобы формально отказывать в проведении митингов. Полтора метра, метр, 0,5 квадратных метров, то же самое и здесь. То есть дети, они кировские, они жители Кировской области. Давайте мы будем решать проблемы этих детей вне зависимости от их места жительства. А кто решать-то должен? Это первое. Вот вопрос в чем. Вы знаете, насколько меня раздражает та ситуация, когда едешь по областной, например, дороге и заезжаешь в какой-нибудь населенный, так вот, едешь по областной дороге. Или по федеральной трассе. Да, цивилизованный асфальт, есть разметка, стоит освещение, есть отбойники, есть скаты. Ну, все более-менее цивилизованное, хорошее дорожное полотно. Только заезжаешь в какой-нибудь населенный пункт, начинается полное отсутствие асфальтового полотна, отсутствие разметки, съездов. Дай Боже, какой-нибудь две лампочки висит над дорогой. Это говорит о том, что это разграничение полномочий. То есть здесь мы говорим о том, что поселок должен ремонтировать свою часть дороги, а область ремонтирует свою часть дороги. Я считаю, что это неправильно. Если проходит одна областная трасса, имея там маркировку областной трассы, она должна проходить через все поселки и иметь расходы областные. Делать ее должна область. То же самое и здесь. Сейчас мы, да, к этой теме подробнее обратимся после небольшого перерыва через полторы минуты. Алексей Кузьмин, в нашей студии предприниматель, депутат Кировской гордумы 5-го созыва. Мы продолжаем, возвращаясь к истории с тем, кто должен ремонтировать дороги. Я, да, честно, вот Алексей тут в перерыве рассказывал, что я вчера на, ну скажем так, на своей попе, на подвеске своей машины и на своих нервах ощутила разницу между федеральной трассой и трассой, которая там находится в муниципальном образовании, да, ПГТ Юрья. Потому что съезжаешь с федеральной трассы и начинается. В прошлом году мы там были, там не было такого. У меня, кстати говоря, там, как у человека, который понимает особенности бюджетной политики Российской Федерации, да, в голове картинка четкая. Я понимаю, вот федеральная трасса ее делают за одни деньги. И в Кирове мы, кстати говоря, уже отвыкли, наверное, от таких дорог, потому что спасибо федеральному бюджету и нацпроекту, безопасные и качественные дороги. В муниципалитетах, в районах области ситуация остается печальной, потому что, видимо, не хватает денег. Ну вот я именно про это и говорю. Хотел подвести как раз к той инициативе, которую озвучивают уже давно. Мне, ну, в том числе и я ее озвучиваю, что необходимо все-таки в Кировской области накопиться терпения и принять все-таки политическое решение о начале административной реформы. Это все к тому, что... Пять реформы. Это все к тому, что... Да, у нас и реформ в последнее время давным-давно не было. Это все к тому, что муниципалитеты, сельские поселения, городские округа, районы находятся в такой финансовой ситуации в Кировской области, что без поддержки регионального центра они не могут сделать ничего. Вот, ну, ничего не происходит на местном уровне без областных или там федеральных денег. И когда мы говорим о том, что необходимо отремонтировать там часть региональной, например, трассы муниципалитету, безусловно, ни у какого муниципалитета нет должного финансирования для того, чтобы покрыть там эту часть дорожного полотна. Безусловно, муниципалитет обращается к региональной власти с просьбой там субсидировать, помочь в этом строительстве. Техника ездит по-разному, дорожная имеется в виду. Ну, имеется в виду контракт рассчитывается таким образом, что он лоскутный. То есть нету такого, что, знаете, там от точки А до точки Б весь километраж делает одна подрядная организация в рамках одного контракта. Это знакомо по железнодорожным переездам, да? Вот мы часто это наблюдаем. Дорога хорошая. То есть как раз вокруг железной дороги она плохая, а к ней подходит хорошая. Иногда бывает наоборот. У железной дороги хорошая, потому что... Потому что у РЖД есть деньги, да. А подъездные пути отвратительны. То есть этот пример заставляет задуматься над смыслом существования огромного количества административного персонала на местах. Это я говорю о районной, муниципальной, сельской администрации. Я призываю региональной власти обратить на это внимание. Вернуться к вопросу к укрупнению районов. Вернуться к вопросу к укрупнению сельских поселений. Вернуться к вопросу к созданию новых городских округов. Тем самым освобождая штатные единицы, освобождая управленческие расходы. Освобождая административные расходы и так далее, и так далее. На нужды сельских поселений. Вы знаете, вот я вам... Подождите, Алексей, вы говорите, что если мы кого-то уволим, то денег хватит на ремонт дороги. Я вам приведу серьезный пример, над которым стоит все-таки задуматься. Вот есть небольшое сельское поселение в Шабалинском районе. Бюджет сельского поселения миллион рублей. Ну, примерно миллион рублей в год, да. Ну, это очень маленькое сельское поселение, но, тем не менее, оно есть. Миллион рублей в год. Заработная плата главы поселения и двух штатных единиц в администрации сельского поселения составляет 830 тысяч рублей. Миллион рублей бюджет, 830 тысяч рублей – это заработный фонд сотрудников администрации. Остается на сельское поселение, а это село и несколько деревень в округе. 170 тысяч. То есть это решение всех муниципальных проблем. Содержание дороги, уборка дороги, вырубка аварийных деревьев, освещение, ремонт водопровода и так далее, и так далее. Остается и проведение мероприятий. Ведь нужно проводить какие-то мероприятия, даже всякие праздники, вечеринки в домах культуры и подобное. Остается 170 тысяч рублей в год. Нет, Алексей, ну совсем-то без власти там же нельзя оставить. Ну, разве это правильная ситуация? Неправильная. Я считаю, что надо размер бюджета увеличить. А я считаю, что необходимо объединить сельское поселение между собой и создать городские округа на базе, например, там, этого же Ленинского, ну, если мы сейчас говорим о Шабалинском районе. И такая ситуация, она повторяется в каждом районе, в каждом сельском поселении, в каждом униципалитете с хроническим дефицитом бюджета, хроническим недофинансированием. За каждым установленным светильником в деревне глава администрации сельской едет в район, глава района едет в область, область едет в Москву. И это все ради одного там светильника или одного квадратного метра или одной качельки, установленной во дворе. Понимаете, эта ситуация ненормальная. Вот та иерархия управления, которая была построена, какая бы она ни была, плохая или хорошая, она сейчас существует, она есть. Без одобрения наверху, без денег сверху, ни одна местная власть на местах ничего сделать не может. Раз она ничего сделать не может, необходимо их максимально укрупнять, максимально объединять, экономить на административных расходах, экономить на управленческих расходах. И это позволит выделять дополнительное финансирование на необходимые нужды муниципалитета, сельского поселения и так далее. А на ремонт дорог этого хватит? Да, конечно, хватит. Вы не представляете, какие расходы несет областной, муниципальный, сельские бюджеты на содержание чиновников и администраторов. То есть вообще власть убрать? Да почему власть? Я говорю о том, что необходимо укрупнять, укрупнять, необходимо создавать кустовые администрации, несколько районов объединять в один, несколько сельских поселений загонять в городские округа, сельские поселения между собой укрупнять, объединять, добавлять количество деревень к сельским поселениям. Вот к этому необходимо стремиться. И на этом можно существенно сэкономить. Сэкономить на административных расходах. Это необходимо сделать путем волевого решения, политического решения. Без решения на кировском уровне, на областном уровне такие инициативы, естественно, никуда не зайдут. Подожди, то есть местного самоуправления не будет вообще? Почему не будет? Вы меня, видимо, не слышите или неправильно понимаете. Необходимо укрупнять, укрупнять. Это не значит ликвидировать, это значит укрупнять. Экономия на их содержании, на заработных платах, на административных управленческих расходах. Укрупнять. Чем больше район, чем больше городское поселение, чем больше сельское поселение, тем меньше администрации, тем меньше расходов. Тем меньше расходов на зарплату, это я поняла, да. Вот я вам пример для чего привел с миллионным бюджетом и 830 тысяч зарплат. Ну просто тогда получается, что все решения о жизни того или иного маленького поселения будут принимать какие-то люди где-то там далеко. Так они и сейчас, я к этому и говорю, они и сейчас принимают именно эти решения. Чтобы установить качельку во дворе сельского поселения, необходимо обратиться в район. То есть де-факто это и так существует. Де-факто так и происходит. Вы предлагаете это в юрах. И финансирование, и проблематику собирают в укрупненных администрациях, в районных, областных, федеральных. На местах это происходит постольку, поскольку сейчас создано, если мы говорим об обращении граждан, о работе с государственными структурами. На мой взгляд, сейчас создана, отлажена и эффективно работает огромная сеть МФЦ. Это принцип одного окна, принцип обращения по любой проблеме в государственную службу через одно окно. Я считаю, что МФЦ Кировской области находится в топе по степени менеджмента, управления и степени вовлеченности в процесс вообще на территории всей страны. Поэтому почему бы не МФЦ превратить вот в некий колл-центр, в некий центр обращения и работы с гражданами. Потому что именно этим сейчас занимается муниципальная власть. Ну чем занимается муниципальная власть? Жалобы принимают. Жалобы принимают. Ну, эти ведь жалобы можно принимать, во-первых, в электронном виде, а во-вторых, через густо разросшуюся сеть МФЦ. И куда же, Алексей, по-вашему, пойдут работать все сотрудники органов власти? Вот это самый главный аргумент, который приводят мне главы администрации, когда я им такую инициативу предлагаю. Вот у меня там два сотрудника, у меня пять сотрудников. Я сейчас всех их уволю, но они остаются без работы. Ну, я считаю, что все-таки экономическая целесообразность в этом решении гораздо оправданнее, нежели труд нескольких чиновников. Кто должен решение принимать? Наверху это исключительно введение правительства Кировской области губернатора. Понятно. То есть на местном уровне это можно сделать, на уровне региона? Безусловно. Это можно и законодательно позволяет, несмотря на федеральные законы о местном самоуправлении. Есть возможности, есть нюансы, при которых на региональном уровне такую инициативу можно провернуть. Три минуты у нас остается, Алексей. Хотела попросить вас еще прокомментировать, я не знаю, инициативу, не инициативу. Коронавирус наш замечательный, не дает нам спокойно жить. Да, мы, к сожалению, большому видим уже, что в Москве снова вводится самоизоляция для людей старшего возраста. Ну и, собственно, у МВД и Минэкономразвития нашего региона напомнили предприятиям торговли о том, что они отвечают за нарушение санитарных требований, а в Кировской области сохраняется масочный режим и могут даже вызывать полицию, если покупатель не соглашается надевать маску в магазинах. Вот такая история. Хотя раньше вроде бы говорилось о том, что предприятия торговли отвечают только за своих сотрудников, а за посетителей и нет. Ну, я считаю, что это правильное обращение, потому что те обращения, которые ежедневно говорятся и из телеэкранов, и из СМИ к жителям Кировской области о том, что соблюдайте дистанцию, не нарушайте масочный режим, одевайте перчатки, обрабатывайте антисептиком. Вы выйдете на улицы, 99% этот режим и эти коронавирусные ограничения, вызванные пандемией, вызванные безопасностью об их собственном здоровье, 99% населения Кировской области, эти ограничения не соблюдают. Так вот, правильно, что МВД и местные власти обращаются к предпринимателям для того, чтобы они тоже, в том числе, включались... К предпринимателям может заставить клиента надеть маску. Почему заставить? Убеждать. Очень хороший пример в одном крупном магазине, федеральном магазине, который есть в Кировской области. Продавец-консультант не будет обслуживать гражданина, который обращается к нему с просьбой подобрать обои. Он просит, вежливо его просит, одеть, пожалуйста, маску, потому что иначе я не могу вам подсказать, какой рисунок, какой фасон обоев вам предложить. И это правильно. Если человек не соблюдает масочный режим, его надо вежливо об этом попросить. Если он не одевает маску, то необходимо, скорее всего, отказывать в обслуживании этого клиента. Там, по-моему, в свое время мы этот вопрос поднимали, и законодательных каких-то оснований отказать человеку и не обслужить его нет. Есть же и незаконодательный... Есть масочный режим на территории Кировской. Есть масочный режим, который не соблюдается, и почему бы продавцу не отказать в обслуживании этого клиента. Продавец ведь тоже человек... И потерять деньги. Подождите, продавец ведь тоже человек. Он точно так же будет страдать и от потенциального опасного клиента. Ведь продавец тоже сам себя должен защищать. Он отказывает в обслуживании этого клиента, потому что боится за собственную безопасность на своей здоровье. При этом теряет деньги, выручку теряет в магазине. Либо пан, либо пропал. Мы сейчас говорим с вами о здоровье, о безопасности, либо о выручке. Малый бизнес пострадал, мягко говоря, очень существенно. Я бы сказал, что малый бизнес пострадал больше всех в период пандемии, но, тем не менее, безопасность превыше всего. Алексей все-таки за то, чтобы убеждать. Я за то, чтобы убеждать и просить. Алексей Кузьмин, предприниматель, депутат Кировской гордумы 5-го САЗОВа, был в особом мнении. Программа на этом завершается. До свидания. Спасибо, до свидания.